Почти каждая женщина сталкивалась с такой ситуацией. В магазине ей приглянулись сапожки на осень или зиму. Есть нужный размер, но, к сожалению, голенище сапог несколько тесновато. Что делать в такой ситуации? Оставлять понравившуюся пару и искать новые сапоги. Или купить обновку и попытаться растянуть голенище. Каждая женщина сама выбирает, как ей поступить. Если покупательница пары сапог решит пойти по второму пути и приобрести понравившуюся ей пару, то она должна знать некоторые правила, которые позволят ей растянуть голенище сапог. Что нужно помнить? Прежде чем приобрести сапоги, нужно обратить внимание на несколько основных моментов. Голенище замшевых сапог растянуть практически невозможно. Поэтому, если вы видите, что замшевые сапожки с трудом застегиваются на ноге, лучше отложить покупку и выбрать что-то другое. Голенище сапог из кожзаменителя растянуть труднее, чем голенище кожаных сапог. Максимально вы сможете растянуть голенище на 2-3 сантиметра. Стоит помнить об этом, приобретая новую пару обуви. Как растянуть голенище сапог. Три основных варианта. Обратиться в обувную мастерскую. В обувной мастерской вам быстро и качественно растянуть голенище сапог настолько, насколько это будет возможно. В обувной мастерской обычно установлен специальный аппарат, который колодками растягивают кожу в нужных местах. Стоит помнить, что растяжка ограничивается наличием украшений на сапоге, а также поперечных швов и прочее приобрести специальное средство для растяжки. Производители средств по уходу за обувью, киви, солтан, саламенда, твист, предлагают решить проблему с растяжкой при помощи специальных спреев или пенок. Они размягчают кожу в проблемных для ноги местах. Чтобы растянуть обувь, необходимо надеть толстый носок и нанести средство для растяжки на расстоянии 10-15 сантиметров от обуви. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Затем необходимо походить в сапогах по квартире на протяжении нескольких часов. Процесс растяжки обуви в голенищах может составить 1-2 недели. Растянуть голенище сапог в домашних условиях. Существуют некоторые способы, как можно растянуть голенище сапог. Рассмотрим основные. Способ растяжки голенищ сапог при помощи уксуса. Для применения данного способа нам потребуется 3% уксус, а также средство для растяжки обуви. На внутреннюю сторону сапог нанесите уксус при помощи ватного тампона. На внешнюю – средство для растяжки, указанное выше. После этого наденьте сапоги на толстый шерстяной носок и походите по квартире несколько часов. Этот способ подходит только для демисезонных сапог без байки и меховой подстежки. Касторовое масло для растяжки сапог. Нанесите масло на ватный тампон и обработайте поверхность сапог в месте растяжки. Затем проведите процедуру, как после нанесения специального средства для растяжки. Способ растяжки при помощи старых газет и крема. Набейте голенище сапога предварительно старыми газетами или тряпками. Оставьте набивку внутри для полного высыхания, а затем удалите ее. Не сушите обувь вблизи батареи, иначе на коже появятся бугры. Если вы растягиваете белые кожаные сапожки, то набейте их обычной бумагой, так как типографская краска газеты может испачкать обувь. Текст озвучен в Яндекс Клауд. После высыхания обработайте сапоги кремом для обуви. Одной из разновидностей данного способа является использование влажных носков. Намочите теплые толстые носки, затем наденьте сапоги и оставьте высыхать. Утюг для растяжки голенищ-сапог. Такой способ растяжки голенищ подходит для демисезонных сапог без байковой и меховой подстежки. Кроме того, его нельзя использовать для лакированных, выполненных из лайковой кожи сапог. Для проведения процедуры понадобится утюг или парогенератор, а также ткань из натурального материала. Намочите ткань так, чтобы она была слегка влажной. Затем хорошо прогрейте ткань утюгом. На гладильную доску положите сапог так, чтобы он был максимально растянут. Идеально, если эту процедуру будут производить два человека. Так удастся достичь лучшей растяжки голенища сапога. Покрываем сапог тряпкой и аккуратно пропариваем вещь. Внимание! Ни в коем случае не прикасайтесь поверхностью утюга к коже. После увлажнения материала приступайте к растяжке голенищ. Все движения должны быть плавные, дабы не повредить пару обуви. После набейте сапоги бумагой и оставьте так на 2-3 дня. Как сохранить нужный размер голенища у сапог? После того, как вы добились результата, и голенища у сапог были растянуты до нужного размера, необходимо позаботиться о сохранении желаемого эффекта. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Чтобы не произошло усыхание, и вы смогли наслаждаться удобной и красивой обувью в следующий сезон, необходимо соблюдать ряд правил. Во-первых, следует хранить обувь в сухом чистом шкафу. Во-вторых, перед отправкой любимой пары сапог дожидаться следующего сезона, хорошо набейте их бумагой. Эти простые правила помогут вам сохранить размер голенища у сапог желаемого размера. Приобретая пару сапог в магазине, вы должны помнить, что, возможно, голенища никогда не растянутся до нужного вам размера. Поэтому необходимо быть осмотрительными и адекватно оценивать возможность растяжки обуви в каждом конкретном случае. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь на канал.